С 8 по 10 сентября в Санкт-Петербурге на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» прошли 4-й международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии морепродуктов и технологий. Эти мероприятия стали первыми с начала пандемии крупными офлайн-событиями международного масштаба в рыбной отрасли. Тематика деловой программы охватила ключевые вопросы – вылов и переработка рыбы, логистика и потребление, экспорт рыбопродукции и освоение новых рынков сбыта. Выступая на пленарной сессии форума, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, какой вклад вносит Россия в мировой вылов и глобальную продовольственную безопасность. Важно, что российский рыбокозяйственный комплекс в новых ряде продолжает интервьюную работу, снабжая внутренний рынок и обеспечивая наш внешний торговый потенциал. Во многом сохранению стабильности способствует строго соблюдение архиологических мер. В частности, в России был введен обязательный карантин для рыбаков перед выходом в рейс. По итогу 2020 года добыча водных биоресурсов составила порядка 5 миллионов тонн. Кроме того, на 14% выросло производство товарной аквакультуры. По прогнозу Минсельхоза России в этом году вылов водных биоресурсов сохранится на уровне 5 миллионов тонн. Развитию отрасли помогает господдержка. Со следующего года рыбаки в отдаленных районах промысла будут получать субсидии на топливо. А для стимулирования сбыта ввели субсидирование внутренних перевозок рыбы с Дальнего Востока. Особое внимание на форуме уделили аквакультуре. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что производство аквакультуры в России вошло в стадию взрывного роста. Мы сейчас видим действительно взрывной рост аквакультуры в Российской Федерации. Вот если так вдуматься в цифры, мы за последние 6 лет в два раза увеличили объекты производства аквакультуры в России. И если в прошлом году мы говорили о 14% роста, в этом году уже за первые годы было более 20% роста. Если вы думаете, ни о том отрасли, как в сельском хозяйстве, сейчас так быстро не растут. Прогнозируется, что к 2030 году производство аквакультуры в стране достигнет как минимум 620 тысяч тонн. Для развития подотрасли надо выращивать собственный посадочный материал, снизить зависимость от импортных вакцин и готовить ветврачей и специалистов по болезням рыб. Такие аспекты для минимизации ветеринарных рисков назвал руководитель Росельхознадзора Сергей Данкверт. Увеличением количества составляемых рыбок и культурных, оно привело к тому, что многие аспекты безопасности, на которые раньше не обращали внимания, они стали достаточно актуальны. И мы на это обратили внимание еще давно. Через такое-то время, после того, как мы работали с Нарвенией, к нам пришли благодарственные письма отряды организации «Нарвейс», которые нас благодарили за то, что обратили внимание на существующие проблемы выращивания акукультурных рыбок. По инициативе издания «Ветеринария и жизнь» Росельхознадзор провел на площадке Международного рыбопромышленного форума открытую встречу с представителями деловых кругов, посвященную экспортным поставкам рыбной продукции за рубеж. Самые острые вопросы, которые волнуют рыбную отрасль, обсуждались в студии федерального отраслевого издания «Ветеринария и жизнь». Глава Росельхознадзора Сергей Данкверт в интервью «Ветеринария и жизнь» рассказал о новых рынках сбыта для российских рыбодобытчиков и о ситуации с поставками в Китай. Буквально вчера мы обсудили с участниками рынка идею, которая возникла в их головах о том, что Китай не просто так вводит ограничительные меры. Они хотят выдавить, если так можно выразиться, своих наших, вернее, добытчиков из наших вод и занять эту позицию. Считаете ли вы эту идею уместной и насколько вы считаете вообще-то возможным? Мы не та страна, которую можно выдавить. Поэтому я думаю, что в данном случае и тот опыт, который мы имеем, работать с китайскими коллегами, показывает, что они в первую очередь стараются сделать так, чтобы на самом деле ковидные все вещи, связанные с распространением ковидным, были купированы. И на самом деле те даже карантинные мероприятия, которые они проводили, они ни в какое сравнение с нашими карантинными мероприятиями в нашей стране не идут. То есть там миллионные города закрывались, 10-миллионные города, провинции закрывались, 20-миллионные. Открытая студия ветеринарии и жизни работала на площадке Международного рыбопромышленного форума два дня. Ее гостями стали ведущие эксперты рыбной отрасли, владельцы крупнейших рыбоперерабатывающих и рыбодобывающих предприятий, представители международных организаций. Всего же форум и выставку в Санкт-Петербурге посетили более 7 тысяч человек из 78 регионов России и 55 стран мира. Из общего числа участников почти половина – это владельцы и топ-менеджеры компаний, что еще раз подтверждает высокий уровень мероприятий. Редактор субтитров А.Семкин